Водолеи, доброго вам времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Рада вас видеть на своем канале. И в текущем видео я для вас снимаю ваш второй прогноз на следующую неделю в период с 12 по 18 июля 2021 года. Сегодня работаем с двумя колодами. Основная у нас это колода черных котов и вспомогательный оракул символом. Карты перед вами. Видели их неоднократно. Для тех же, кто на моем канале впервые, расскажу, как мы с вами будем устраивать работу. Мы посмотрим с вами позитив недели, негатив недели, совет от карт. И на символоне будем с вами просматривать неожиданность данного периода. Настройтесь на расклад. Мысленно можете картам отправить запрос относительно тех ситуаций, которые вас беспокоят, либо вас волнуют. И посмотрим, дадут ли они ответ на ваши запросы. Позитив, негатив и совет от карт. Что у вас здесь по ситуации? Замечательные у вас арканы. Почему здесь ложится туз мечей, влюбленный, четверка жезлов? Итак, в чем для вас ознаменуется неделя? У многих это выбор жилья. Неважно, вы снимаете, арендуете, и неважно, это коммерческая недвижимость или жилая. Либо вы приобретаете, потому что здесь, знаете, как определиться с жильем, либо выбрать жилье. То есть это знаковое решение по поводу недвижимости. Либо определиться с выбором, продать, оставить. То есть это какие-то нюансы, которые будут связаны с вашим домом. У кого-то это может быть, знаете, как знаковое решение снимать с коллегой, с подружкой, еще с кем-то. Либо с парнем, наконец-то, уже съехаться и жить совместно. Вы будете снимать жилье и проживать в совместном жилье. То есть здесь однозначно это вопрос проживания. Но также, как мы видим, это, в принципе, у кого-то решение быть в паре, быть в союзе, съехаться, строить семью, строить стабильные взаимоотношения. Поэтому арканы здесь для вас крайне благоприятны. Итак, если на данном этапе вы свободны, то здесь карты действительно вам сулят знакомства. Единственное, я сейчас хочу перепроверить, свободен ли партнер или партнерша, с которым вы будете знакомиться здесь. Ну, видите, здесь порыцеры пентакли, человек, который длительный период и целенаправленно ищет вторую половину. Поэтому здесь можете быть спокойны. Ваша вторая будущая половина здесь свободна. И вы можете здесь строить взаимоотношения. Тем более, одну колоду, видите, восьмерка жезлов. Это по принципу мимо пробегал и молниеносно увидел. То есть, знаете, как увлечение, либо любовь с первого взгляда, либо эмоции с первого взгляда. Поэтому однозначно здесь у вас позитивные перемены. Если касается вопрос любовных треугольников, если вы находитесь на текущий момент в вашей жизни в таковой ситуации, то здесь по жмичей это, знаете, как проверять партнера на прочность. Здесь, конечно же, вы будете двигаться, как и двигались дальше в одной упряжке совместно в этом треугольнике. Перемен никаких пока что нет. Но могут быть проскальзывать какие-то цели, идеи, серии, а не съехаться ли нам. А может у нас будет свое какое-то гнездо, где там ты будешь приезжать мне навещать или такого плана. Потому что здесь прощупать почву, насколько партнер или партнерша готовы с вами жить совместно. И ваши целенаправленные действия в эту сторону. Если же у вас стабильные связи, то есть вы встречаетесь, сожительствуете, либо у вас семья и брак, то повторюсь, здесь это может быть выбор жилья, смена места жительства. Причем это, знаете, как обоюдное согласие, то есть обоюдное решение. Видите, из шестерка кубков это приобретать на родине. Это либо опять же получение вопросов наследства и грамотно этим вопросом распорядиться. Поэтому карты здесь у вас замечательные. Если арканы смотреть с точки зрения работы и заработка, и на данном этапе вы не работаете, то здесь по картам это быть на попечении, на финансовой поддержке своей семьи, либо вашего партнера. Если же вы в статусе соискатия, то это за счет вашей второй половины или членов семьи вы сможете тут устроиться, найти работу. Здесь поддержка, здесь действительно, знаете, как встать на ноги, обрести какую-то, обрести стабильность и уверенность. И если же вы являетесь наемным сотрудником, вот здесь будем просматривать, потому что ситуация здесь для вас может меняться. То по аркану МИР здесь тут кардинальные перемены. Почему? Потому что туз мечей это как такое волевое решение, предложение, влюбленное, трудовой договор или контракт, четверка жезлов на новых условиях. Это может быть новая должность, новые условия труда или же новая зарплата. Тут безусловная ситуация вас это очень порадует. А если вы являетесь владельцем бизнеса, то по этим картам это как искать соучредителя, помощника, ассистента, кому вы будете делегировать часть ваших забот, ваших дел. То есть расширять штат, привлекать членов семьи, ваше дело, ваше детище. Для того, чтобы приумножить. Приумножить и сохранить. То есть карты здесь замечательные. Если мы с вами будем смотреть вопросы здоровья, обратите, пожалуйста, внимание на опорно-двигательный аппарат, в частности на конечности, потому что здесь туз мечей влюбленные. Это могут быть вывихи, это могут быть ушибы. Не дай бог там, конечно, трещины. Но поскольку карты падают в позитиве, это просто как ушибы или вывихи конечности. Поэтому аккуратно, осторожно. Никаких резких движений. И если чувствуете какие-то недомогания, либо боли, прямиком к врачу не занимайтесь самолечением. Что у вас здесь в негативе? Какова будет ситуация? О чем здесь идет речь? И о пятерка мечей, дурак и старший аркан звезда. Конфликтная ситуация. Из-за чего? И, скажем так, из-за вашего видения, развития отношений, из-за вашей творческой жилки, либо попытки раскрыть свои амбиции, уйти в какую-то новую творческую ноту. Тут неприятие не со стороны ваших близких, а может быть коллег. Допустим, вам дали какой-то проект. И вы конкретно видите его в этом ключе, как его реализовать, как его в принципе преподнести. Ваши коллеги в ином. И здесь может быть накал страстей. Также здесь могут идти ограничения, связанные с поездкой, переездом, сменой места жительства. И если вы планировали вопрос зачатить это рождение, не самое лучшее время. И здесь нужно еще проверить, то есть обратиться к генетику, потому что действительно могут быть некие проблемы. То есть лучше их сразу предупредить. И совет. Совет по девятке мечей. Карта говорит о том, что ситуации, которые будут происходить с вами в рамках этого периода, зеркают ваши внутренние блоки или страхи. И они будут возникать ровно до тех пор, пока вы их не проработаете. Вы, безусловно, можете это проработать с психологом самостоятельно, либо посмотреть ситуацию в глаза, правде в глаза, либо вашему страху в глаза. Потому что на самом деле это какие-то страхи надуманные. И ситуацию, которую вы боитесь, либо боитесь проживать, проходить на ново, на самом деле на яйца выеденного не стоит. Но просто вы так себя накручиваете, травмируете и боитесь прохождения на ново, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Хотя поводов для этого нет. Поэтому здесь по этой карте это в первую очередь проработайте свои внутренние переживания, потому что они здесь не объективны. И посмотрим с вами неожиданность этой недели, к чему готовиться, на что рассчитывать. Карта Вестника, либо символон известен, называется еще так. По этому аркану это очень много переговоров, контактов, идут приятные сообщения, благоприятная коммуникация, получение долгожданных бумаг, либо долгожданных решений, ну и серию, например, лицензию ждали, либо там, может быть, визу хотели открыть. Потому что здесь и общительность, и контактность, и легкость на подъем, все это будет присуще вам. Это, в принципе, знаете, как любопытство, действие ради самого действия, которое принесет вам прогресс, движение. Здесь жажда перемен, потому что традиционно водолеи у нас очень активные люди, вы боитесь застоя. Застой вам не грозит, это можно сказать 100%. По этой карте всегда идет обретение нового опыта, вы получите новую информацию, которой вы используетесь в дальнейшем. Ну и, в принципе, здесь по этой карте, это, знаете, контакт. Вот если кому-то выдавали запросы серии, там, съедемся ли мы, то здесь утвердительный ответ. Ответ да. Единственное, что совет по этой карте, это, знаете, как будьте объективны в оценке ситуации. Если что-то не клеится, выговоритесь, обсудите проблему с вашим оппонентом. То есть постарайтесь собрать больше информации о данной ситуации, либо больше информации предоставить вашему партнеру, оппоненту, либо собеседнику. Расширяйте контакты, ну и, в принципе, в любом разговоре не включайте свои эмоции. Почему? И потому что вы склонны часто любые какие-то болезненные ситуации принимать близко к сердцу. Будьте предельно объективны, и все у вас получится. Вот такая ситуация на этой неделе. Традиционно мы для вас весь негатив перекроем позитивом. Пусть у вас будет благоприятная трансформация, исполнение всех ваших целей, планов, желаний. Вам это как никогда необходимо. А я от вас буду по прошествии времени ожидать комментариев по данным видео. Давайте настраиваться на энергообмен. Жду от вас пожеланий. Можете написать какие-то свои замечания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Для тех же, кого интересует обучение на картах Таро, либо индивидуальной консультации, то ссылки на мои контакты вы традиционно найдете по данным видео. Искренне вас благодарю за просмотр. Пусть видео будет легкой и плодотворной. И до новых встреч.